Хоба! Привет! С вами опять доктор Влад. Немного новостей, но они очень объемные. Знаете ли, вот мне сейчас ДБЛ прислал рассылку. И вот там самое главное за истекшую неделю. Очень интересно. Значит, праздники заканчиваются. Завтра первый рабочий день. Много же. Чтобы возвращение рабочий режим было плавным, мы собрали для вас самое важное. Взрыв в Магнитогорсе. Что известно на 8 января? Это сегодня. Точное число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорсе ранним утром 31 декабря известно еще с 3 января. 39 человек. Но о результатах расследования причин трагедии из официальных источников неизвестно почти ничего. 31 декабря в местном УФСБ назвали основной версией самой очевидной взрыв бытового газа. Ребята, вот те, кто мне пишут, очень много пишут насчет Магнитогорска и вспоминают, что у них там, там, там были взрывы, там в советское время и так далее. А вы уверены, что это газ был? Вот уверены или нет? А может быть кто-то там, черный копатель, да, хранил какие-то боеприпасы и так далее. Тогда даже вообще ничего неизвестно было. Ну ладно. Основная версия взрыва бытового газа. С тех пор во всех официальных заявлениях говорится лишь, что рассматриваются все версии, но следов взрывчатки на месте взрыва не обнаружено. Мне тут говорили независимую комиссию создать. Да вы чего? В России независимую комиссию. Россия независимая страна сама по себе. От нее ничего не зависит уже в мире. Вот главное, что стоит почитать. А, это ладно. Бог с ним. Бодрый старт нефти рубля. Вот старт торговых 2019 года, ну в первый будний день, получился для рубля тревожным. Утром 3 января курс доллара пробил не только отметку 70 рублей, но даже и 71. Но потом вот всего с 3 по 8 января российская валюта подорожала, ну лучше для рубля, да, на 4%. И на 19.30 МСК доллар стоил 66,9. О как! Почти на 4 рубля. Ну на 3. Причина укрепления понятна. Нефть с начала года растет 6 торговых сессий подряд. Уже 7, кстати. Это первый такой отрезок с лета 2017 года. О как! Баррель бренд, баррель бочка, да, с начала года подорожал с 53,8 до 57,4. Главный фактор роста, бла-бла-бла, ну в это я не верю все равно. Эппл снова в кризисе. Ребят, следите за губами, да. Эппл. Вот самое настоящее, понятно, да? В кризисе, ну и туда его, в качель. Все. Так, что еще? Начало новой шпионской саги. Смотрите. Во-первых, был Пол Уиллен задержан, бывший американский морпех, да? Вот, потом у него 2, то ли 3 гражданства, британское, ирландское, возможно, канадское. Что связывалось его с Россией, неизвестно. Но он часто посещал Москву. Совпадение или нет, но уже на следующий день после ареста Уиллена на северных Мариинских островах, мама родная, входит в юридикцию США, в скобочках, да, был задержан россиянин Дмитрий Макаренко, чьи данные совпадают с данными крупного бизнесмена из Владивостока. Орден на его арест был выписан еще в 2017 году. Макаренко обвиняется в экспорте из США военных технологий без необходимой лицензии и отмывании денег. Так. Ну и что, 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 что? Все. Пока все. Дальше. Russia Today пишет. Вот интересно. Я много раз видел пьяный Порошенко, пьяный Порошенко, ну, в интернете, да? И вот украинский журналист объяснил пьяный вид Порошенко на фото 2015 года. Он красный такой весь, как из бани такой, красный мужик. Оказывается, ему перед этим показывали снайперскую винтовку и предложили пострелять. Но его не предупредили о мощной отдаче. И он получил сильный удар в глаз, прижавшись к оптическому прицелу. Несмотря на случившееся, президент Украины согласился встретиться с прессой, надев кепку, которая прикрывала лицо. О, как! Ну, не знаю, правда, не знаю, нет. Я вообще эту фотографию не видел. А здесь какая-то мутная фотография. Посольство России в Лондоне называет информационным взбросом публикации о новых подробностях в деле Скрипалей. Якобы никаких подробностей нету. И в посольстве России говорят, что Сергей и Юлия Скрипалей насильно удерживают Великобританию. Мама родная. И вообще пишут американцев, второмских американцев, нас, да, я русский американец, нас всех тут насильно удерживают, чипируют с той стороны принудительно. Вообще ураган полный. Ага. Russia Today привет. Конкуренты. Новый образ Путина. Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО. Ну, вы заметили, что я их все время, одних и тех же, я, значит, об одних и тех же рассказываю, цитирую. Усиленно формируется новый образ Путина. Патриарх, умудренный и понимающий отец нации, в кавычках, я вот так кавычки показываю по-американцам, приходит на смену мачо и военному вождю. Ну, да, там девочку поцеловал, там мальчика поцеловал, там женщину поцеловал. Понимающий, да. Не уверен, что сработает. Это он уже пишет. Про девочку и мальчика это он не писал. Не уверен, что сработает. Рейтинг продолжает сползать, но больше ничего не осталось. О, вопрос, что вы курите, что вы пьете. Скорее всего, это роль. Ну, ладно, сейчас отвечу. Цена на нефть марки Brent продолжает расти седьмой торговый день подряд. То, что я вам сказал. О, интересно, да. И эхо Дакара. Ребята, хорошая новость. Вот в Дакаре, да, там. Ну, эти гонки по пустыне, да. Ужасно. Как они там вот все в этом, в песке и так далее. И вот я хочу сказать, что КАМАЗ, да, вот пилот команды КАМАЗ, Айрат Мардеев, признался, что спецучасток был непростым. Что интересно, российские КАМАЗ, вот хорошо сделали машинку, да. Вот. И они все время там лидируют, вот постоянно. Ну, я не знаю вообще, постоянно или нет, но вот я несколько раз видел, что российский КАМАЗ там завоевал первую премию. И там в основном все вот оттуда, с завода сами, да, ребята. Ну, молодцы. Пожелаем им успеха опять. И вообще, как тяжело там, Господи. Всего хорошего. До свидания. Доктор Влад с вами опять. До свидания.